Добрый день еще раз, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжение первоапрельской подборки. В 1981 году газета Herald News американского города Роскомоун, Мичиган, информировала население о том, что родной штат выбран биологами для странного эксперимента. Эксперимент состоял в следующем. В три озера на севере Мичигана запускали призноводных акул, для того, чтобы иметь возможность изучить их привычки в ограниченном пространстве. Видимо, в бескрайнем океане сделать это было непросто. Акул было не много, не мало, две тысячи, причем некоторые виды довольно опасные и прожорливые. Главной целью опыта было установить, смогут ли акулы выжить в суровом климате штата Мичиган. Оно удовлетворение научного любопытства федеральное правительство якобы выделило 1 миллион 300 тысяч американских долларов. Газета цитировала представителя Национальной биологической ассоциации, который предположил, что акулы значительно сократят рыбье поголовье в озерах, поскольку каждый из них может свободно выкушать 20 фунтов рыбы в день. И это далеко не предел. Представители штата выразили протест против такого удара по рыбодобыче и экологии. Но правительство, как можно догадаться, игнорировало жалобу. Более того, писала газета, рыбакам запретили ловить акул и вообще ущемлять их права. После публикации в редакцию Herald News пришло огромное количество писем от разгневанных жителей штата Мичиган на тему акулы на пасаран. В 1982 году печатный орган Daily Mail сообщил, что в продажу поступили 10 тысяч бюстгальтеров, которые могут вызвать многочисленные проблемы для нации. Якобы косточки таких лифчиков были изготовлены не из обычной проволоки, а из медной. Причем разрабатывалась она изначально для использования в конструкции пожарной сигнализации. Такая проволока нагревалась от телесного жара, вырабатывала статическое электричество. Это, в свою очередь, сильно мешало работе радио и телевидения, создавая помехи для вещания. Рассказывают, что главный инженер British Telecom настоял на проверке белья сотрудниц компании, чтобы убедиться в отсутствии медной проволоки. В 1983 году агентство Associated Press назвало имя ученого, раскрывшего историческую загадку происхождения самой веселой даты в году. Профессор истории Бостонского университета Джозеф Боскин утверждал, что начало дню дурака дал император Константин. После того, как его придворный Шут сказал, что смог бы управлять империей не хуже него самого, идея так понравилась Константину, что тот разрешил Шуту царствовать, но только один раз в году, 1 апреля. Новость была перепечатана почти всеми изданиями США. Лишь позже профессор признался, что в его интервью не было и слова правды. Вот такими методами люди увековечили свои имена в мировой истории. А то кто бы сейчас вспомнил профессора Джозефа Боскина. Пока все. Ждите продолжения. Субтитры создавал DimaTorzok